Всем привет! Мы приехали в Алушту, заселились в отель, называется гостевой дом Анна, хорошее месторасположение, в целом нам все понравилось, к сожалению, я много снимала гостевой дом, но случайно удалила, поэтому покажу то, что нашла в телефоне и то, что сохранилось. Есть классная терраса, просторный номер, большая кровать, удобный матрас, это немаловажно, также в номере есть чайник, и внизу есть кухня, микроволновка, мангальная зона. Так, номер, здесь мы заходим, у нас коридор, шкаф, чайник стоит, туалетная комната, душевая. Всем доброе утро! Наша прогулка по Алуште начинается с кардиотренировки. Мы идем смотреть крепость, вернее то, что от нее осталось. Перед нами церковь. Здесь можно купить церковную выпечку с 9 до 8. И прямо перед нами мечеть. Такая колоритная улочка. В мечеть мы не будем заходить. Потому что я в шортах. Посмотрим так, снаружи. На каждом шагу экскурсии, жилье. Все, как должно быть. Не особо здесь хорошо с тротуарами. Вообще в Крыму тротуары это большая роскошь. Здесь у нас вход круглой башни. Я, как обычно, вышла пораньше, но надеюсь, что будет открыто. Вот так она выглядит. Так. И что у нас закрыто, что ли? Или что? С десяти. Ну да, придется подождать. Рядом с крепостью есть лавочки. Можно посидеть в тенечке. Пока я жду открытия крепости, прогуляемся по частному сектору. С левой стороны у нас многоэтажки. Так, нам собак вот еще не хватало. Все это сдается. Все это сдается. Дождалась я открытия крепости. Сейчас здесь немного прогуляюсь и пойду завтракать. Вход стоит 200 рублей. Я не стала ждать экскурсовода, потому что просто хочу посмотреть самостоятельно и все. Макет. Как здесь все было. Вдалеке море. Так выглядит сама крепость, все, что от нее осталось. Ну, там еще есть фрагменты. Ну, покажу вам эту. Она хорошо сохранилась. Так, покажу еще панораму. Здесь что-то строят, ломают, строят. Вот. Вот сам макет. Ну, лучше приходить с экскурсоводом, либо дождаться, когда придет местный и уже вам расскажут историю. Очень приятное заведение. Ценный меню все оставлю. Просторный зал. Красивые панорамные окна. Много света, воздуха. Приятно находиться. Хорошее обслуживание. После вкусного завтрака идем гулять по набережной. На набережной находится церковь. Вот здесь с левой стороны можно купить свечи. Ну, а это сама церковь. Она совсем крошечная. вечером мы еще пойдем в один популярный ресторан я пригласила Лего Ленча находится на набережной но потом покажу вам все его рекомендовали очень ну и отзывы хорошие были начинаем нашу прогулку по набережной хинкальная и вот здесь у нас знаменитая ротонда рядом экскурсионные палатки стоят немного пасмурно собирается дождь все гремит слышите, да? и вот такое количество людей на набережной сейчас у нас сентябрь вот заведение куда я вечером Лего Ленча пригласила посмотрите, какие тучки вообще по прогнозу у нас не должно было быть дождя в Севастополе на Фиоленте там да мы еще так порадовали что мы вовремя уехали от дождя но у нас настиг и здесь вот здесь так вот нас как раз электромобиль это кстати очень удобно кстати вот здесь есть электромобили можно доехать на них до профессорского уголка 150 рублей но я туда спущусь потому что с горки обратно возможно доеду на электромобиле посмотрим по пути попадаются такие кафешечки небольшие с красивым видом но я прям рада что я пошла пешком потому что здесь красиво так современно все все облагорожено чисто а а а а а а а а а набережная еще продолжается я уже жду электромобиль и еду обратно и и и Субтитры сделал DimaTorzok Мы вышли прогуляться, а здесь дождик Хочу вам гранаты показать, посмотрите, как новогодние игрушки Такая тяжелая кружка Как пиво? Нормально? Так себе Да? В Праге лучше было Ну, что ровнять Легкая, легкая Легкая, кислая Или кислолегкая Здесь написано, там есть Что котов не кормить Это что, я голодная останусь? Так выглядит набор, который называется Большая Алушта Нарочий миск будет раздавлено Вон там почти, ой, как там сверхает Так, ну что, все побежали под навес Очень насыщенный сегодня денек Вон сейчас пройдет быстро Не-е-е Это тот частный Так вот, напугал Так вот, напугал